Добрый день! Сегодня порадовали комментарии. Выпуск будет веселым. Ваш собеседник не обязан знать условно ваши термины, если речь идет об официальном контексте науки. Отсюда. Либо используйте общепринятые определения, не стесняясь давать к ним отсылки. О чем идет речь? Речь идет о векторе перемещения. Я объяснял, что такое средний вектор перемещения, что система отсчета связана с средним вектором перемещения. И у ребят возникла фантазия, что я ввел некий новый термин перемещения. Это ребята, которые как бы получили физическое образование. Справочно перемещение – это общеизвестное понятие. Вот просто открываем тупо Википедию и читаем. Перемещение в кинематике. Изменение положения физического тела в пространстве. Относительно выбранной системы отчета. Это Википедия, да? Вы можете другой справочник открыть. Применительно к движению материальной точки перемещением называется вектор, характеризующий это изменение. Модуль перемещения в международной системе единиц измеряется в метрах. В системе СГС в сантиметрах. Ребятки, кончайте. Давайте сосредоточиваться как-то. Если какой-то уважаемый человек не помнит, что такое вектор перемещения, да, если ему кажется, что он должен быть как-то связан со временем, но человек, ну, оговорился там, что-то там подумал о чем-то своем, вы же начинаете какие-то танцы с бубнами позорные исполнять по этому вопросу. Мы разговаривали с уважаемым человеком, он сбился, начал говорить не то. Предположим, что-то он не сознательно сделал, да, вот так. Но есть реальность. Я использовал обычный, общеизвестный термин. Вот. Теперь интеллектуальное содержание. Вот что такое? Вот вам дали систему отчета. Привязанную к некому среднему вектору, да? Эта система отчета к чему привязана, к какому значению вектора? Она может быть привязана только к нулевому значению вектора. Вот. Это тоже, как бы, понятная вещь, тоже общеизвестная. Я не знаю, зачем это отдельно объяснять. Если кто-то не понял, учите. Как-то теоретическую часть подковывайте, вспоминайте, читайте. Читайте первичные определения. Ну, грубо говоря, на доходчивых примерах. Вам говорят, вот система отчета связана с ящиком. А вы их спрашиваете, за какое время ящик? Что должен подумать адресат вашего вопроса? За какое время ящик? Да, ящик был когда-то построен. Есть какая-то продолжительность существования, время существования этого ящика. Но это не имеет никакого отношения к системе отчета, к вектору, связанному с ящиком, да, и так далее. То есть вопрос, ну, изначально, ну, не смышленный такой. Человек не смог сосредоточиться, предположим, да, и задал этот вопрос, но не подумал. Что-то вот так. Вы же вдохновились с этого, да, и порядка восьми корреспонденций, восьми писем на эти темы, что вы не договариваете. Ну, в принципе, большинство людей понимают, что происходит. Вот Беркут пишет, краткая зарисовка и общий посыл. Расскажите, как бобры строят хатки? Бобры двигаются к деревьям. За какое время? Это не имеет значения. Но бобры же двигаются, значит, за какое-то время. И какой размер хвостал бобра? Некоторые путают с выбрами. Это люди, правда, ну, прошиблись, прошиблись, не смогли сосредоточиться. Давайте я медленно и печально вам расскажу, опять, что такое средний вектор перемещения. Так, вот, база такая. Вектор перемещения, он изменяется метрами. Он не измеряется метрами в секунду. Вот в метрах в секунду измеряется, например, скорость. А здесь разговор именно о векторе перемещения. Если вам говорят, вектор перемещения, да, и вы не помните, да, открывайте справочник. Это не какие-то мои там замышления. Это обычная информация, которую вы должны как минимум знать. Это, знаете, это минимум, это теоретический минимум, да, с которым вы начинаете работать, как бы, в области физики или механики, неважно в чем. Так вот, есть во Вселенной массы, да, они движутся в разные стороны. Ну, вот я вот нарисовал тем, кому картинок недостаточно, вот, массы, объекты, обладающие массой, двигаются в разные стороны. Есть у них средний вектор перемещения. Это когда вот все вот эти вектора сложить, можно разные методики применять. Сложить эти вектора, у нас получится средний вектор перемещения масс. И в этом, он будет равен нулю. И в этой системе отчета у нас скорость света будет постоянно в любом направлении. Туда, туда, туда. В любом из направлений скорость света будет постоянно. Только одна система отчета. Существует какой скорость света? Постоянно. Все остальное, это как бы разговоры. Давайте еще пробежимся по комментариям. Так, вот, кстати, Игдар Менгалиев, специально для Бояшинова. Средний вектор движения масс это векторная сумма импульсов всех звезд, частиц. Ну, это отдельный подход. Можно через сумму импульсов это объяснять. Я просто бы означил через средний вектор перемещения масс. А считать его, ну, это бессмысленно. Его просто выбирают. Это теоретическое понятие. Вот как вот вы связали систему отчета с ящиком, вам требуют формулу ящика. Вам просто обозначили четко, с чем связана данная система отчета. С этим ящиком. Вам не нужна формула ящика. Вам не нужно время существования этого ящика. Если вы захотите в рамках этой системы связать, все-таки как-то рассматривать время, это будет участок протяженность времени до данного момента. Вы можете в прошлое откинуть там минуту, можете час и так далее. Если вам хочется для какого-то своего отдельного осмысления, вы можете этим заниматься, но это не имеет отношения к самой теоретической концепции. Потому что сказано. Вектор перемещения, это модуль вектора перемещения, это метры. В метрах. Не в метрах в минуту. Не в метрах в секунду и так далее. Все остальные вопросы, они не смышленные в данной теме. Как бы подкрепляйтесь материальной частью, изучайте. Так, 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 так. А вот построить наглядную модель, то, что вы пытаетесь объяснить на пальцах, людям, не имеющим пространственного мышления, можно. Да, действительно, некоторые люди не имеют пространственного мышления. Для этого мы рисуем картинку. Вот картинка первая. Средний вектор перемещения. Вот это вот вектора перемещения различных тел. Вот у них есть какой-то средний. Вот там, где он райал нулю, с этим положением выбирается, с этой системой отчета и выбирается взаимодействие. Это будет система отчета, связанная со средним вектором перемещения Марса. И в этой системе отчета будет вот такая вот картина. Скорость света постоянно во всех направлениях. Боря все хорошо слышит, хорошо понимает, где слабые места. Ребята, вам меречатся какие-то слабые места. Никаких слабых мест нет. Вы можете бесконечно, сказочно долго тупить. Вы можете просто начинать сосредоточиваться. Если вам сказано, средний вектор перемещения Марса. Идите и посмотрите элементарно, что такое вектор. Если вы что-то не понимаете, не выдумываете, не обвиняйте в своем слабомыслии других. Собственно, вот такая вот смешная ситуация. По среднему вектору. Ну, по всему остальному надо отдельные ролики будет поснять. По мере свободного времени, я думаю, мы это сделаем. Всем большой привет, средний вектор, средний вектор, переобещения Марс. Ребята, курите мочась как-то. Смотрите хотя бы исходное определение. А, еще такая мысль пока не забылась. Почему возник вообще этот вопрос? За какое время? Это зомбированность релятивизмом. Люди, в принципе, не знают, что такое пространство. Но они на все кидаются и спрашивают, а за какое время? Это из-за того, что балбесы однажды им сказали, слепить пространство и время в континуум. Что такое пространство? Забыть и носиться вокруг времени. Вот они носятся. Они даже не могут сосредоточиться. Вот он, ему неинтересен вектор перемещения, потому что там нет в нем времени, он его в принципе не знает. Он не знает, что такое пространство. Все, для него это он находится в Боброво, да? А какие-то вот такие простые вещи, прям вот просто не знаем. Не знаем. А надо учить мочась. Всем привет, с вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал.